Цена на всю игру настроиться от играть, не большая разница во времени, то есть поздно, поздно начало, сейчас пол третьего там в Красноярске, полусомленное состояние, пытались максимально себя взбодрить, максимально провести игру, но хватило только, грубо говоря, на полуторе партии хорошего волейбола. Постепенно возвращаются на трибуны зрителей, волейбол принимает привычные очертания, насколько приятно было играть в волейбольной атмосфере, когда вместо пустых галов. Намного приятнее, чем ты играешь, типа тренировочного матча, где ты можешь только сам себя эмоционально взбодрить, а когда есть болельщик, который можешь погнать, это намного приятнее и намного легче играть. Вопросы? В первом матче в Красноярске вы одержали довольно сенсационную победу, как-то мысли о той игре держали в голове, что и сегодня можете преподнести ситуацию. Ну, конечно, мы надеялись, что, если не сенсация, то хотя бы полноценную борьбу накажем, потому что команда тоже не в полном составе. Поэтому надеялись, что либо поборемся, либо даже был шанс победить. Но маленькое не так было. Спасибо. Тренер Минесея, ваше впечатление об игре, что получилось, что не получилось сегодня? Ну, чуть-чуть проиграли подачу-прием, видно в этом разница была. В центре нас переиграют, тоже по центре, мы помогали подальше. В принципе, до двух часов ночи у нас в Красноярском они плохо выглядели достаточно. Я считаю, что команда старалась, бились, ребята смогли себя переворотить. У нас тяжелый человек перелет был. Сегодня это не поздно, очень-таки, я думаю, и для Питера, самого местного, поздно. Ну, так, ничего, что сделать, что сделать. В принципе, я считаю, что и зрителям игра понравилась напряжение, держала до конца, до последнего. Всем спасибо, Родины, с победой. Как формулируете задачи, да, уже весна, самое важное мастерство, как формулируете задачи для команды? Ну, вплоть, по всей видимости, мы попали, там есть теоретические, конечно, шансы. Надо посмотреть таблицу, кто там, посчитать, что там. Ну, в принципе, задачи, которые предварительно ставили, задачи выполнили, вот. Дальше попытаемся потрепать нервы, на кого попадем, там, опять же, может, на Питер или на Казань, кто попадает. Кузбасска, как они там уже соберутся, с кем будем играть, мальчиками добитья мы не будем точно. Спасибо. Сатистика, 15 очков, 92% в атаке, 4 блока. С каким настроем? Подожди, вы уверены? 92%, 11 из 12. Да, ну, может, попал, может. С каким настроем вы ходили сегодня на матч, вот так здорово получилось, и какие, в принципе, ощущения от игры команды? Ну, однозначно, нам надо было выиграть, взять очки, поэтому была одна такая задача, и, слава богу, мы ее выполнили. То, что позднее, относительно обычного, время начала матча, это как-то сказывалось? Для нас, наверное, нет, скорее всего, для Енисенина, потому что у них часовой полис отличается, поэтому, может быть, нам это очень маленький приз был для нас. Как-то дополнительно настраивались на игру с Енисениным с учетом сенсационного вашего поражения в первом матче в Красноярске? Ну, надо не забывать, что мы тогда поехали, сделали очень большую ошибку глупую, недооценили соперника, и оставили некоторых основных игроков, поэтому, естественно, нам надо было любой цен сегодня выиграть, я так, как бы, и реванш, и все ребята молодцы, что выполнили задачу. Что произошло во второй партии? Вот вроде уверенно начали, потом команда соперника смогла переломить. Я думаю, что команда, не забываем, что это все-таки сильный клуб, показали отличный волейбол, и они нас переиграли во втором сетре этой игры. Спасибо. Спасибо. Ваши впечатления об игре? Да, хорошая, важная. Победа, мы дни легкие, и думаю, что играли очень круто. Ровно, кроме этого маленького момента на второй партии, где сами просто ошибались очень много. И вот история. Потом, вот, очень много у нас играет сервис-чентральный, тоже. И, конечно, Курбанов, конечно, Альмар, еще дал нам свои усилия. Наша атака очень важна, и он должен понимать, работать еще лучше на тренировке и терпеть, расти как профессиональный волейболист в первую очередь. И важно его сегодня. Он нам очень помог тут. Только что Дмитрий Пашетский сказал, что перед игрой в Красноярске как-то была недооценка соперника. Вот сегодня вы дополнительно настраивали ребят на игру с учетом того результата? Ну да, вчера мы смотрели, вот, вещи, которые нам надо обязательно делать лучше, после игры с Мазейком, где при блоке защиты есть какие-то вещи. Самые простые вещи, что надо делать лучше. В общем, и не просто играй как получится, более дисциплированно. И, конечно, сегодня тоже были такие моменты, вот. Ну, я думаю, что настраивать сильная команда не надо. Все мы понимаем, в конце концовки сезона играем все как в финале. И тем более мы там проиграли 3-0. 3-0, вот, поэтому это особый настрой. Ну, это вещи тоже, которые у нас есть внутри команды, для чего такого особого. Спасибо.